Саша Таня После этого выходят новые серии. И вот совсем недавно вышел новый сезон. И вот сегодня я вам и предлагаю посмотреть, а что там вообще творится в этом сериале? Эволюционирует ли он как-то или всё становится только хуже? Итак, сериал Саша Таня, седьмой сезон. Пазл Инглиш Пазл Инглиш Пазл Инглиш Центральной сюжетной линией этого сезона будет то, с чего начинается его первая серия. Да, внутри сериала прошло шесть лет. Общий сын Тани и её невероятных размеров ампендицита, дорожшего до простейшей формы жизни, теперь готов для похода в школу. Совсем скоро у Алёши закончатся последние дни беззаботного детства. И он пойдёт в первый класс. Выясняется, что Алёшенька особенный. И поэтому пойдёт не в простой класс, а в особенный класс. Нет, не в класс коррекции. Там, где ему сразу выдадут блютус-колонку с Моргенштерном, подписку на Влада А4 и пожизненную ненависть от всех нормальных людей. Нет, он пойдёт в первый А-класс. Ведь это очень важно. Ммм, туфли с шортами? Чувствуется папкин стиль. Алёша идёт не просто в первый класс, а в первый А-класс. Ооо, круто, круто, круто. А что это значит? Туда только Алёш берут? Нет, там самый крутой педагог в школе, Пантелеева. Её на форумах все хвалят. Как будто она не только детей учит, а ещё на работу в Газпром пристраивает. Да-да-да, на работу в Газпром Пантелеева может пристроить разве что в личные холопы Миллера. Но тут, конечно же, всё не так просто, ведь Саша накосячил, конечно же. Я ещё в феврале заявление написала, а в марте Сашка Лёшкину документы отнёс, чтобы в её класс попасть. Надо документы в школу отнести, чтобы Лёшку в А-класс к Пантелеевой взяли. Так, всё, держи. Я побежала. Ладно, отнесу, только доиграю. Казалось бы, Саша выглядит как человек, который легко не обходит, но зато обтекает углы. Но он всё так же по-прежнему очень сильно боится своей жены. Теперь перед первым сентября я начал волноваться сильнее Алёши, потому что засунул будущее сына в диван. Саш, ты чё, замер? Забыл, куда торт засовывать? Как он вообще в теории об этом может забыть? Ведь если судить по этому сериалу, то голова ему нужна только для того, чтобы в неё есть. Кстати, о том, кем вообще себя считает Саша. Давайте на примере вот этого скетча. Ребята, вы представляете, а Танечка нашла Сашенькину кофту, которую вы недавно за комод уронили. Роняли. Я каждую неделю должен отодвигать комод и протирать за ним. Если признаюсь, что это Лёшкина, Таня по размеру поймёт, что на этом три года лежит. Такое ощущение, что если он признается, как было на самом деле, то ему грозит уборка заднего прохода при помощи специального прибора. Вот прямо сейчас забишет Таня и закричит. Внести, флюгига Хаймен! Придя в школу, выясняется, что Алёшенька отправляется не в А-класс, а в Г-класс. Простите, а вы не посмотрите там Алексея Сергеева? Так, сейчас поищем. А, вот. Последний. В Г. Танюш, представляешь, Алёшку вместо А-класса взяли в Г. Но это даже лучше. Туда можно не с портфелем, а с пакетами ходить. Согласен, если в этот пакет ещё и клея налить, тогда вот прям будет идеально. Вот мне интересно, кто тогда, по мнению авторов, учится, например, в той краснодарской школе, где классы есть даже на я. Теперь, конечно же, Саша во что бы то ни стало хочет перевести сына во класс. Но не для того, чтобы ребёнку было лучше, а чтобы от жены не получить звездюлей. Ну а тем временем, наступило время великолепнейшего скетча про женщин. Странно всю эту машину 1 сентября украшать. Что ты думаешь, Сашка реально не заметит царапину, когда всё это снимет? Ой, Лиль, ты же знаешь, какой он ленивый. Эти поздравления до ноября провисят, скорее всего. А там он уже не вспомнит, была царапина или нет. Ну типа, вот эти вот бабы. Они же вообще ездить не умеют, сука, все машины поисцарапали. Кстати, на улице ещё даже не сентябрь. Потому что 1 сентября только где-то в перспективе. Но герои уже одеты почему-то вот так. При этом всё происходит в Москве. Видимо, мир внутри сериала в ТНТ существует по правилам, выстроенным на стереотипах русских. Причём это касается даже самых тупых стереотипов. Поверить не могу, Джо. Всё равно, что в России живём. Может мне туда и переехать? Тебе там не понравится. Там темно, холодно. А знакомство просто лотерея какая-то, потому что все в шубах. Снимаем шубы на СО-3. Раз, два, три. Саша пошёл к руководительнице А-класса. И пытается её убедить, что их сын должен быть именно в А-классе. Простите, а где я могу найти Пантелееву, Веру Сергеевну? Вы по какому вопросу? Я, собственно, по такому вопросу. Мой сын идёт в первый класс. Но почему-то не к вам. А как ваша фамилия? Сергеев, Алексей, Алёшенька, сынок. Ага, как давно вы подавали документы? Собственно, вот. В таком случае я не могу вам помочь. Ну не будет же ваш сын стоя учиться? Будет. Будет, как миленький. В него так даже больше влезет знание. Судя по этой логике, ты ешь стоя. Кстати, правило, в любой непонятной ситуации приплетай кровавый совок тут тоже работает. У нас же не Советский Союз, никто уже не формирует классы по силе. Короче, у Саши, конечно же, ожидаемо ничего не получается. Сначала он подумал, что нашёл машину классной руководительницы, поменял на ней зеркало заднего вида и хотел это впарить ей в виде взятки, но перепутал машины. Александр, это не моя машина. Я паркуюсь вон там. Это машина нашего географа, он у Лёши через 5 лет преподавать будет. Потом вообще пошёл в школу к директору и хотел обманом чужого ребёнка засунуть в плохой класс. По счастью, оказалось, что бабушка этого несчастного ребёнка и есть директор школы. Поэтому подлый план Саши провалился. Я отец Андрея Семенцова. Для моего сына будет лучше учиться в другом классе. Не в А, как сейчас, а в Г. Буду откровенен. Андрюша ленится. И мы даже к первому классу готовились с репетиторами. Что будет дальше, вообще непонятно. Вот я как бабушка Андрея Семенцова хотела бы знать, почему мой внук, который знает уже два иностранных языка, Вообще, этот скетч должен прокомментировать самый беспристрастный эксперт. Поэтому я предоставлю ему слово. Почему дети должны... Они даже дети, вечные дети, нахуй. Это наше будущее, нахуй. И хули ты пиздишь, сука. Но пока давайте перебьёмся на отстранённый от основной сюжетной линии скетч. Про спортзал. И сиськи. Кать, опять ты своё обручальное кольцо в бассейне оставила? На. Теперь на каждую тренировку в этом токе будешь наливать кольцо. Да, классная история, но большинству мужиков ходят в спортзал не для того, чтобы пялиться на баб, А для того, чтобы мамон свой с пола подобрать. Поэтому вот этот томный, влюблённый взгляд выглядел бы примерно вот так. Есть здесь ещё и великолепный скетч про врача и инородный предмет в организме. Ну всё в порядке. Через несколько дней скрепка выйдет естественным путём. То есть... Вы мне только скажите, вы зачем её глотали? Господи, как низко пал всеми любимый помощник скрепка из Microsoft Office. Короче, безвольная жижа, принявшая форму человека, не стала признаваться жене, что их ребёнок теперь будет в Г-классе заранее. А решил, что пусть она узнает всё на месте. Ну и тут, конечно же, классическая шутка про папу и деньги подъехала. Ну вы же не согласились, чтобы я Лёшу пристроил в школу, где всё это уже есть? Папа, ты же обещал, что не будешь лезть. Лёша уже взрослый и всё понимает. А ты? Что я? Папа, мне не нужны твои деньги! Идёмте всё. Здравствуйте! Лёшка, иди ко мне скорее сюда. Здравствуйте, меня зовут Маргарита Алексеевна, я классный руководитель вашего целеустремлённого сына. Это видно по его лицу, поверьте, я изучала физиогномику. Нет, ну объективно говоря, всё, кроме физиогномики, в которую может поверить только долбоёб. Всё же нормально, учитель чем плох? Да, она немного странная, но зато явно фанат своего дела. И уж точно не наплюёт на детей, а будет стараться уделить каждому в ребёнку внимание. Что этим кроликам с двойной дозой гормона ебли не нравится, хоть убейте, не пойму. На этом, кстати, первая серия подошла к концу. Вместо второй серии я предлагаю вам поговорить вот о чём. Давайте постараемся выяснить, а что вообще не так с этой семейкой? Они ведь реально больны, даже всё их окружение больное. Например, Саша, он же настоящий клептоман. Ну или просто вор. Мне нужно Миши диск вернуть, пока он не заметил, что я его брал. В одной из серий нам показывают, как начальник заметил, что Саша ворует бумагу. И решил устроить розыгрыш. Сказал, что проведёт инвентаризацию и выяснит, кто сколько украл из сотрудников. А давай завтра инвентаризацию проведём. Посмотрим, кто что со склада брал. Саша очень сильно испугался и решил вернуть все вещи обратно в офис. За время моей работы в офисе много вещей случайно закатывались ко мне в портфель и выкатывались у меня дома. Теперь всё, что у нас с такими надписями, нужно вернуть в офис. Иначе меня вышвырнут из офиса. И выяснилось, что он полотдела украл. И чтобы вернуть всё обратно до приезда Комарова, мне понадобилась помощь профессионалу. Клифт унесите вон туда быстрее, там складывайте, а дальше я сам. Я думал, там, ну бумагу, ну маркеры, ну факс-то ты зачем спёр? Карандашницы тебе зачем? Тем более столько, Сергей. И это почему-то обыгрывается как шутка. Хотя что в воровстве, а тем более в таком психическом расстройстве, как липтомания, может быть весёлого, я вообще не понимаю. У Тани же маниакальное желание всё скупать и тянуть это домой. Лиль, а можно я у тебя все эти покупки оставлю, а потом постепенно по одной коробке забирать буду? Тань, ты купила кроссовки, сменку, ботинки для Лёшки. Тебе зачем это прятать? Тань, зачем тебе кошачий корм, путеводитель по Китаю, трансформер? Ну Сашка не поверит, что Лёшка случайно купил только платье моего размера. Рано или поздно это превратится в то, что она будет сносить всё домой, даже всё, что лежит на мусорке. Ну знаете, в синдром Плюшкина. Банчлайном в этой комедии будет примерно вот такая сцена. Как можно здесь жить? Как вы живёте? Как нельзя быть у нас? Я хубила, хубила, всё на место. Серьёзно, причём как Таня натурально сходит с ума, можно проследить прям наглядно. Ведь изначально она была обычной, скромной, умной девушкой, даже такой ботаничкой, знаете. Но теперь она почему-то стала стервозной сукой, которая морально жрёт несчастного Сашу. Сильвестер Андреевич разорился и снова стал богатым. За время сериала он уже миллион раз, мне кажется, это сделал. И знаете что, меня начинают терзать смутные сомнения. Возможно, в той серии у Невера он всё-таки покончил с собой. И попал в ад для миллиардеров, где всё идёт по кругу. Он постоянно разоряется и вынужден накапливать капитал. И как только у него это получается, он снова всё теряет и всё начинается заново. Гена, возможно, кстати, тоже умер. Ну или тоже поехал крышей. Ведь он сейчас живёт в самой страшной для любого ВДВшника реальности. Где все думают, что он гей. Нам с тобой служебный роман приписывают. Будем с нашим каминкаутом разбираться. Ну чё разбираться? Я же сказал, ложная тревога. Сомнения есть? Да не, Ген, ты чё? Мы и не сомневались? Ты вообще самый натуральный натурал. Даже когда он ведёт себя как истинный джентльмен, ухаживает красиво за девушкой, потом с ней спит. Она всё равно думает, что он гей. Снеграума такого не спытаешь. Чего? Ну ты такой внимательный, все желания угадываешь. Но сразу видно, кто вас парит за женщину. Если вы сейчас в раздумьях, а что же может сделать этот сериал ещё хуже? Ну вот задумайтесь, какой бы ужасной вещь ни была, что нужно добавить к ней, чтобы она стала ещё хуже? Правильно, нужно добавить Бузову. Поэтому предлагаю вам поговорить о серии Саши Тани, в которой она появляется. Кто не в курсе, Саша работает в страховой компании. И в этой серии он должен застраховать Бузову перед предстоящим туром. Кстати, кто застрахует зрителей перед предстоящим туром Бузовой, никто не знает. Ведь это сродни массовому терроризму. И вот так как у Бузовой юристы прямо звери, они несколько недель мучили его с договорами. Поэтому он разожрался. Не спрашивайте, как это вообще связано, но это единственная правдивая деталь в этом сериале. Ведь когда ты молодой, ты можешь съесть всё меню Макдональдса, попросить добавки и вообще не поправиться. А когда ты хоть чуть-чуть повзрослел, посидел лишние две минуты на диване и сразу разжирел. Это ведь прям так и работает. Причём это ни ирония, ни шутка. Но Саша разжирел настолько, что теперь не влазит в костюмы. Таня находит гениальное решение. Она предлагает ему натянуть на себя женский корсет. Не задумывайтесь, каких тогда вообще объёмов Таня. Если на Сашу с лёгкостью налазит её корсет, лучше задумайтесь над юмором. В офисе во время обсуждения контракта Саша становится очень жарко. И поэтому корсет стал издавать звуки, похожие на пердёж. Шутка, кстати, настолько смешная, что её обязательно нужно повторить дважды. На подписание контракта он и стадо юристов отправляются прямо на сам концерт Бузовой, где и выясняется, что Саша в корсете. А ещё авторы обыгрывают ситуацию, которую показывали уже в тысячи сериалах и фильмах. Бузова подавилась. Саша попытался ей помочь зачем-то. А все подумали, что он пытался её изнасиловать. Кстати, он реально спас Бузову. За что его теперь можно вдвойне ненавидеть. Сомневаюсь, ведь большая часть твоих подписчиков это накрученные арабы. Арабы вряд ли согласятся есть свинину. На этом серия подошла к концу. Что же можно сказать в итоге? Сериал, как вы понимаете, как был отвратительным, так и остался. Абсолютно ничего не меняется. Ни юмор, ни персонажи. Всё только стареет на глазах. И актёры, и сам сериал, и юмор в этом сериале. И я повторюсь, данный сериал это самая успешная антиреклама семьи в истории нашей страны. Здесь нет стёба над стереотипами и даже их демонстрации. Это просто гиперболизированный семейный ад. Это не смешно и не интересно. Поэтому смотреть вам этот сериал я, конечно же, не рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok